здравствуйте вы смотрите программу де факто как обычно мы подводим политические итоги недели и сегодня это сделать мне будут помогать известные вам люди адвокат эксперт в области права юрий маржиняну добрый вечер и политический комментатор роман михаеш иван здравствуйте ну давайте начнем с новости которая пришла сегодня буквально вот в обед и и он действительно обсуждают это новость особенно нравится представителям власти 25 июня 18 часов люксембург начинаются переговоры о вступлении молдовы европейский союз по этому поводу президент подписала указ да об инициировании переговоров о вступлении молдовы в ес об этом сообщил ее пресс-служба и далее она дала оценку некоторым шагам давайте все-таки начнем по порядку роман вот эта дата даже часы нам уже стали известны это означает что в принципе все у нас хорошо что мы выполнили все те условия которые от нас ожидались да ведь мы же знали что у нас не все выполнено вот или как вот говорят некоторые все таки это больше дано так нам экспромтом да что мы еще заслужим это право ну да большинство экспертов склоняется к тому что конечно же мы не готовы полностью и возможно в нашем случае в случае украины европейский союз сделал какие-то уступки сделать потому что из война украине в основном из-за этого и мы далеко от того чтобы сказать что молдова сто процентов готова к началу переговоров нам дали бонус скажем так надо это признать мы его с удовольствием принимаем но для молдовы и для страны это большое достижение надо сказать потому что официальное начало переговоров это означает что есть и начало есть конец этих переговоров то есть практически можно делать какие-то прогнозы уже да обычно среднестатистические вот такие которые произошли с румунии с другими странами это от пяти до десяти лет скажем так идут эти переговоры зависимо от страны от обстоятельств конкретных у нас у майя санду она оптимиста она считает что мы к 30 году можем вступить в евросоюз другие пессимисты говорят что после того как в парламенте появились очень много скептиков и партии вот такого популистского толка возможно 30-е годы это нереально тридцать четвертый тридцать пятый более реально посмотрим жизнь покажет но все таки это очень важно для страны это показатель это означает что все таки нас нам сделали скажем так приглашение в элитные клубы евросоюз посмотрим уже как будут вестись переговоры по всем этим направлениям будем надеяться что все таки 32 33 годы реальность спасибо господин маржиниану вы что скажете ой вы знаете но начало переговоров это еще не означает вступление это всего лишь начало переговоров хотя это положительный момент потому что при начале этих переговоров возможно будет абсорбирование очень многих грантов и программ евросоюза по поднятию каких-то я знаю рейтингов или процентных ставок каких-то экономических показателей для того чтобы мы соответствовали давайте мы вспомним все таки я более скептическим отношусь из тех которые считают что мы завтра войдем в европу если уже открыта переговорная площадка давайте вспомним вспомним турцию давай и вторая армия в блоке нато и довольно экономическое государство хотя там издеваются над ней в смысле несоответствии их не валюты с по уровню доллару потому что она там очень сильно падает их не валюта но это искусственно потому что экономически турция слава богу по сравнению с нашей молдовой это небо и земля и почему-то ее до сих пор с 80-х годов не принимают она все ждет свою очередь европейском союзе и и еще неизвестно сколько раз по 30 она будет ждать своей очереди или по 40 будет ждать своей очереди я сомневаюсь том я вспоминаю 14 15 года когда европейские чиновники нам в открытку и сказали что до 30 года европейский союз не собирается расширяться на восток они нам дали бонус да мой коллега здесь прав дали бонус нам и украине этот бонус я вспоминаю при советском союзе была такая поговорка такая хохма что если по отношению к соединенным штатам мы отстаем на сто лет советский союз да то по отношению к японии мы отстаем на всю жизнь так вот я вам хочу сказать если у нас еще есть шансы вступить в евросоюз кто украины ее нету и она очень долго будет ждать и она никогда не получит этого шанса я практически уверен в этом а почему в этом уверен а потому что ее никто не пустит в евросоюз и сами европейцы не хотят украину в европосоюзе это не их обманывают и как бы считайте что показывают им шоколадку для того чтобы они думали что от завтра послезавтра мы ее скушаем уже больше половины населения уже в евросоюзе находится а россия и и не отдаст она находится в зоне стратегического влияния своих геополитических интересов россии это то же самое что можно сравнить да мы можем сказать что у каждого государства есть право куда либо уходить с кем-то либо делать какие-то договора и так далее так далее давайте вспомним кубу как она живет до сих пор и никто не не поднимает вопрос а что у кубы нет права вступление в какой-то альянс а нет потому что она находится под боком соединенных штатов и соединенные штаты прямо сказали что это зона стратегического влияния наших политических интересов никто туда не лезет и никто не лезет чуть война началась атомная вспомним 60-е года карибский кризис вы думаете вы думаете россия пустит украину в евросоюз я сомневаюсь ну россия как раз никогда не говорит что мы не будем пускать кого-то в европейский союз россия всегда говорила что она против членства в нато они открыто об этом говорить не будут хотя американцы говорят открыто хотя американцы говорят открыто россияне будут говорить вуалированно но они никуда не пропускают из-за того что сами американцы считают что украина это задний двор россии ну разные говорят все-таки по поводу судьбы украины я должна вам сказать есть точки зрения не только такие как у вас есть наоборот такие точки зрения что вначале возьмут украину а потом уже молдову то есть украина у нас будет идти пакетом нет украина это главный будет такой паровоз да а уже значит молдова это прицепленный такой вагончик и вот как бы молдова должна это всегда помнить вот есть и такое мнение но я сейчас все-таки хотелось бы смести немного в германии я вам скажу в германии бунтует мнение о том что путем и посредством украины европа и англосаксонский мир должен наказать россию и расчленить ее как расчленил советский союз вы думаете я думаю что это не только в германии есть такая точка это конец войны я если мы хотим поговорить о войне то мне кажется что нужно все таки затрагивать и другие вещи мне бы не хотелось от молдовы сейчас отходить тема мы все таки для нас важная да такое не только в германии бы тут по поводу расчленения давайте так если уж мы об этом говорим то мы должны об этом тоже говорить честно давайте все таки вернемся к молдове меня например больше волнует вот какой момент роман помните раньше политики молдавские когда не было определено четких каких-то временных там да моментов даже в отношении кандидатства ведь что говорили давайте строить европу у себя дома нам важно да чтобы у нас выполнялись вот эти все самые те самые европейские стандарты демократические и вот когда злопыхатели начинают говорить что молдова вообще не готова сегодня то есть вот у нас и начинают вспоминать массу и экономику и реформу у которого юстиции который у нас буксуют и коррупцию да говорят и свободу средств массовой информации и много-много-много чего другое на это им президент ответил вот как прямым текстом цитата молдова выполнила все рекомендации европейской комиссии через два года после получения статуса кандидата 25 июня состоится первая межправительственная конференция молдова ес которая положит начало переговорам о вступлении в ес за этими усилиями модернизации страны стоят тысячи людей из государственных учреждений и работа каждого из них оказывает решающее влияние на достижение цели нашей страны подготовить молдову к вступлению в ес к 2030 году первая фраза молдова выполнила все рекомендации европейской комиссии роман согласны что выполнить это мы произошли приговоры которых мы не знаем всех нюансов потому что закрытая часть приговоров нам так и не довелось узнать какие были на последние стометровки мы просто узнали из прессы что месяц назад были последние условия назначить генерального прокурора назначить депутат судей верховного суда чем больше тем лучше чтобы заблокировать работу юстиции как хотя бы в этой области но были конечно же чтобы вы понимали переговоры между еврокомиссией и правительством молдовы имеют открытую и закрытую адженду скажем мы открытую адженду знаем закрытую не знаем разве европейцы посчитали что молдова выполнила и и уже начались приговора значит они довольны тем что хотя бы минимальный пакет они получили от молдовы требования скажем так вот именно генеральный прокурор назначили начались массово назначаться судей было заблокировано на пару лет назначение судей первых инстанциях верховном суде сейчас моя санда назначила часть людей в первых инстанциях и в верховном суде по моему 6 судей были назначены за последние две недели верховный суд в том числе господин гребенча в этом пакет вошел отец молдавской реформы в кавычка скажем так юридической последних восьми лет и при демократах и при пассе так что здесь что можно еще комментировать дорога будет длинная 28 помойли или 27 капиталов по каждому из них предстоит проделать огромную работу ревизию всех законов и так далее и действительно евросоюз будет имеет большие фонды например на дороге на инфраструктуру если будут правильно сделаны проекты в румынии я смотрю там перестроили полностью дороги уже у них 1100 этих километров автодорог появилась это за европейские деньги между прочим у румынии есть свои проблемы с европейским союзом мы недавно про бюджет да вот узнали например придется это решать при молдову с румынией мы находимся где-то где находилась румыния где-то в 2000 году то есть у нас по зарплатам по ввп на душу населения мы находимся на уровне 25-30 процентов от зарплат европейских зарплат и пособий и экономики там 20 25 процентов вот там вот здесь мы находимся чтобы евросоюз нас принял мы должны перейти хотя бы 50 процентов в эту точку за 5-10 лет не знаю что возможно но если они правильно почувствуют молдову что дадут нам некоторые квоты по сельскому хозяйству по экспорту какие-то продукты где мы более или менее имеем опыт возможно мы дойдем чтобы у нас хотя бы на 50 процентов был уровень зарплат уровень доходов населения потому что понимаете евросоюз означает клуб богатых стран клуб серьезных экономик здоровых экономик и и тут и молдову надо чтобы они чуть-чуть подтянулись скажем так как потянули свое время румынии болгарию это для нас положительно считаю господин мержиняна ну вот роман говорит о еврокомиссии а я хочу напомнить про европейский совет да это это совет глав государств каждое государство европейского союза должно выразить свое согласие мы прекрасно понимаем что есть ни одно государство которых есть у которого есть мягко говоря сомнения в том что молдова готова да а кто из государства даже та же венгрия за чтобы поняли в одну францию чтобы понимали молдова по сравнению с украиной не имеет в евросоюзе врагов открытых та же венгрия за руками за молдову чтобы она вступила в евросоюз и венгерское правительство не надо когда вы вынуждаете меня задавать вопрос почему же тогда когда голосовали по молдове было как было голосование по поводу кандидатства представитель венгрии президенту вышел пить кофе ли только для того чтобы не голосовать господин наржинян разве не так было дело но заработал пару миллиардов для своей стороны наверное наверное вместо урбана я тоже самое бы сделал то есть он поставил приоритет своей страны выше чем даже какие-то лоббистских или нелоббистских или даже своих неприязненных отношений он посчитал что страна должна эти деньги разблокировать потому что они должны были отдать ей стране и он сделал это скрипя зубами но он сделал потому что интересы страны важнее что касается нас да я практически уверен что это политическое решение которое было нам уделено вот этот карт-бланш еще одно еще один карт-бланш для того чтобы имитировать эту процедуру потому что могли бы сказать но даже процедуру не разрешили имитировать тут разрешили сколько будет длиться эта процедура процедура десятилетиями давайте я вам напомню когда польша и венгрия входила в евросоюз они создали вышеградскую группу они на крови вырывали каждую запятую в этом договоре на крови и вот мне здесь очень интересно кто из наших специалистов будет работать сейчас над этим договором для того чтобы урвать для нашей страны больше интересов давайте мы вот все говорим что модернизация нашей страны должно быть приоритетно а мне интересно какую отрасль мы хотим мы модернизировать парламент парламент правительства что промышленность как-то вот он уже как какой промышленности не знаю я вот сегодня разговаривал с одним из своих коллег которые работают по несостоятельности ежедневно ежедневно от десяти до пятнадцати заявлений суд о признании предприятий несостоятельным я его попросил чтобы он не сделал маленькую статистику я хочу и все-таки опубликовать скажите пожалуйста где наша экономика находится о чем мы говорим о первоначальные принципы построения евросоюза все-таки четыре принципа или пять экономических мы должны своим влиянием экономическим влиянием обеспечить даже инфляцию евросоюза то есть скажите мне пожалуйста сейчас какая у нас инфляция какая у нас экономика потому что мы живем на дотациях наш бюджет с дыркой и с огромной дыркой а какой перспективе экономической мы можем говорить что мы соответствуем тем критериям парижским критериям на французским критериям которые они там во франции эти критерии определялись при вхождении в евросоюз а потом еще и те чем и про копенгагенские больше да и еще 8 или 9 принципов политических которые лежат в основу и исходя из этого объясните мне пожалуйста по пунктам что мы выполнили что потому что вот это пыль пустить в глаза и да я понимаю что наш президент ходит в эту группу скажем так европейских влиятельных групп в европейском союзе и убеждает их для того чтобы молдову принять и быстрее принять тем более что начало вот этого переговорного процесса если не был бы открыт до осени минус еще пару пунктов в ее рейтинге и она должна была показать хоть что-то что вот мы начали вот этот переговорный процесс а вот никто никаких гарантий не дает что этот переговорный процесс не продлится до 50-х 60-х годов я не уверен что мы в 30-е годы войдем евросоюз но смотрите что что скептики говорят я я благодарю вас за развернутый такой ответ роман что скептики говорят они знаете они берут и приводят в пример грузию говорят вот смотрите никто не думал что так получится что вот будет вот этот законопроект извините который оказывается некоторым странам можно некоторым нельзя и вот будет такой обмен репликами грузины будут стоять стоят и после этого совсем уж евроскептики говорят просто странные да говорят странные вот эти страны смотри мы же в тройке шли ведь никто не помнит я прошу прощения есть формулирую доформулировать роман и слушаю ведь все же помнят как был гуам я не помню сейчас уже вообще никто про потом гум был потому что разве было такое такое было понимаете и все помнят что три страны выделяли и теперь вот как она все по-разному и говорят слушайте вот если в грузии так происходит мы не ожидали потому что у грузии была война с россией мы помним да вот это все вот и вот там оказывается как кто их знает эти страны что они такое еще выкинут роман здесь действительно грузинские скажем так казус надо чуть-чуть обсудить хотя бы двух-трех раза потому что это важно для нас в грузии победил олигарх и ванишвили да его партия он поставил свое правительство там только президент чуть-чуть оппонирует грузии после этого скандального закона который они приняли евросоюз и сша начали вводить какие-то санкции против грузии можно уже уверенно говорить что грузия выпала из тройки до осталось двойка молдова и украина по молдове будет ли в молдове грузинский цена еще и азербайджан не не молдова грузия и украина стройка была еще четвертая страна это это гуам когда был тогда был азербайджан очень быстренько скажем так вам это далекое прошло мы говорим про грузия молдова и украина на базе этого как помню я про гуам да азербайджан был азербайджан был и стран основательная цена который подписали ассоциации с евросоюзом это да только грузия молдова и украина подписали тот гуам имел геополитическую какую-то там мы разве подписали ассоциацию подписали я думаю нам скрутили руки чтобы подписать кто читал слушайте давайте по существу любимый вопрос будет ли молдова второй грузии или нет да зависит только от электората как проголосуют люди если следующий президент будет евроскептиком например да или следующий парламент будет большинство антиевропейской конечно же молдова вырвется из этого процесса поэтому идет борьба политическая за кто кто будет президентом за следующий парламент то есть практически цвет парламента определить и и политику и внешнюю и внутреннюю молдову об этом надо прямо говорить одно дело если мая сану выиграет президентский выбор другое дело если например и гардодон скажем вот мы и зависим но тут есть один нюанс который нет в грузии молдова находится между украиной и румынией мягко говоря я скажу так что могут не дадут сойти с европейского с этих рельсов также как говорит господин юрий что россия имеет свои интересы в украине такие же интересы и есть у румынии и украина в молдове две большие страны смогут или не смогут молдове помочь скажем так поддержать этот курс до конца я уверен что смогут но жизнь покажет знаете что что сложно я с удовольствием сейчас тоже вам предоставил слово но сложно людям объяснять один момент который спрашивайте а зачем нам этот референдум если уже все решат за нас усмотреть все идет полным ходом это в решили это приняли переговоры начинаем слушайте а зачем вот сюда все зачем вот это все неправда господин мажорьяна вам же так тоже наверное вы знаете вы знаете мы все видим мир в белочерный вариант нам кажется что нас любят есть какие-то принципы развития государства есть какие-то принципы гуманности между государствами нет я вам хочу сказать что этого нету между государственными управлениями тем более между империями есть только интерес и не важно сколько там человек умрет или помрут или сойдут с рельс есть интересы и они присущи всем странам тем более тем которые считают себя империями и которые являются империями такие страны маленькие как мы как грузия никогда не решали свое место под солнцем самостоятельно на них постоянно будет влиять империя который находится рядом не имеет какие-то определенные геополитические интересы то же самое и здесь давайте вспомним нашу историю 1800 год разве мы решали куда идти а вы не помните не франция случайно подстрекала россию давай 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 нажми на на порту и забери до дуная и россия так и сделала в процессе мы оказались в российской империи после нескольких месяцев франция уже пошла на россию то есть понятно почему на их подстрекала чтобы россия ослабла из этих побуждений эти империи x между собой когда договариваются и когда договорятся они определят определят границы которые должна разделять империи давайте вспомним мы как раздельно африка по линейке кто их разделял я что ли или эти народы разделялись между собой нет их разделяли страны которые владели ими этими колок колониями вы думаете мир далеко ушел от 1700 чем-то года нет это появились новые принципы которые мы а вы как вам сказать дурим народ справедливость гуманность и так далее и так далее сложно как бы спорить с определенными моментами кроме пожалуй один одну вещь должна сказать что было 23 июня до вас послезавтра будет это день суверенитета республики молдова мало кто кстати эту дату помнит у нас никогда ты не 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 то что не празднуют да как то это все мы сейчас говорим о молдове роман если вы хотите россии мы скажем 12 июня сегодня это называют советский союз это сам роман сегодня позвали не слышала таких мы приняли еще позже чем остальные республики потому что из россии позвонили сказали вы берете суверенитет или что-то но мы помним фразу берите столько суверенитета сколько сможете сегодня это день россии до 12 если вы спросили по поводу россии но я бы не об этом мы сейчас начнем вспоминать что у 24 украина да ну понятно то есть это уже август то есть ваши цепочки да получается вот одно маленькое такое звено недостающие все-таки молдова стала суверенную страной да и мы об этом должны наверное помните то что получается то получается сейчас спрошу про политический аспект этого решения и наверное будем двигаться дальше а политический аспект я имею ввиду вот что оппозиция вот господин ржиняну тоже у нас представляет оппозиционную партию они что еще говорят они говорят что может не было бы так все это быстро если бы не хотели поддержать все-таки западники значит конкретно санду на этих президентских выборах и тогда уже получается и партию пас который она не является лидером формальным но неформальным все-таки многие и считают роман есть в этом вот в решении по поводу молдовы и это подоплека что это сделано для поддержки конкретного лидера конкретной партии я не смогу так же потому что все-таки это с украиной тоже связано но далее украине и нам то есть если дали только нам можно было бы следовать молдове дали потому что поддерживает мою занду украина еще не готова там идет она но далее украине и молдове потому что давайте скажем честно почему потому что новый европарламентом более евроскетичен и пока условия ван дер лайн в силе чудо нового заседания нового европарламента и она возьмет мандат может быть да может быть нет спор идут по поводу того что они выдвинули условия еще хотят количество определенных членов вместе с урсулой в руководстве и там они начинают между собой торже да и она и шанс очень хороший украину я надала нам это потому что она сейчас может дать она сейчас можете вот дать а почему вы говорите роману я сейчас про выборы хочу да украину вас спросить это важно уйдем и не вернемся вы говорите молдова а вот украина что украину не хотят так поддержать если подумать полномочия господина зеленского у нас как бы стекли то есть выбор украине тоже рано или поздно предстоят и точно также необходимо принимать такие же решения да поэтому я бы не сказала что здесь в этом отношении с большой спор вот я был недавно в Брюсселе говорил с некоторыми евродепутатами наконец-то я понял ситуацию мы идем в паровозе Украина они они к нам вот чтобы вы поняли эту ситуацию то есть Молдова на данный момент я думаю является приоритетами Евросоюза Украина является приоритетами Евросоюза а мы вагон привязаны к этому привоз мы привязаны к украинскому паровозу чтобы вы поняли да Молдова нейтральная как бы маленькая государство войны нет ничего нет русские не трогают Путин говорит что Молдова может уйти куда захочет вот я говорю с двумя депутатами парламента один из Германии другой из Денемарка они говорят про Молдову там более-менее понятно там мир мы Украине помогаем мы помогаем Украине а вы идете уже с ними в поезде понимаете вот такая ситуация я думал я думал мы паровоз и Украина вагон а если Украина паровоз и мы вагон то тогда мы никогда не вступили в Евросоюз не почему я могу поспорить я я хочу чтобы мы дожили до тех времен и убедитесь в этом и вот Румыния например она имеет весомое слово в комиссии в праве потому что она неофициально аккуратор Молдовы да Молдавский до себе идет Румыния чтобы вы знали на данный момент когда-то была Бенгрия прибороны им взяла Бенгрия чтобы вы знали потому что коммунисты настояли сами понимаете Румына а сейчас ведет кейс наш Румыния да и Румыния не настаивает на отделение Молдовы от Украины наоборот Румыния считает что мы должны вместе идти в одном пакете Молдова и Украина вот такая ситуация хорошо я хочу спросить такой момент копенгагенские критерии все-таки будут на них сегодня настаивать или вот та самая пресловутая политическая целесообразность это я скажу вам так мы вступим в Евросоюз только тогда когда мы будем соответствовать всем копенгагенским требованиям в том числе когда здесь будет правовое государство чтобы у нас никто не думал из паса из президентуры что нам дадут подарок что нас принят в Евросоюз просто так нет нам сейчас дают кардбанш но будет серьезный экзамен тогда когда будет момент принять или не принять пока мы здесь не создадим правовое государство мы не вступим и работам и не надо мечтать потому что вот здесь именно принял часть поправок внутреннего законодательства исходя из того что у них было с Румынией из того что у них было с Польшей с этой Венгрией особенно с Венгрией сейчас у них просто напросто катастрофа там не знаю что с ней делать там идет попытка как-то обыграть эту ситуацию чтобы вето они ставят постоянно вето 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 и блокируют не только по России но и по другим вопросам и вот они уже будут очень осторожны чтобы Молдова и Украина были полностью готовы для поступления там действительно может занять больше времени чем думает у нас сейчас почему вы смеетесь господин Ржиняна ой да они уже ведут разговор о том чтобы консенсуса убрали то есть они хотят большинством голосов принять решение а если они это сделают этот краеугольный камень который объединил Европу это разъединит и больше той Европы это камень ключ к объединению Европы если они это уберут Европу больше не станет я думаю она останется в каком-то маленьком ключе я себе представляю большие страны которые датируют всю Европу а это Франция и Германия они датируют действительно всю Европу они на дотациях сидят так они хотят спокойствие тех проблем которых они поднимают и чтобы они проходили то есть Германия решила какой-то вопрос и она хочет чтобы ассамблея проголосовала или комиссия разработала и сделала но она не делает потому что есть блокирующий пакет у каждой страны и они должны проводить консенсус всех стран а тут представляете какая-то Молдова еще приходит своими амбициями мало того что они будут ее датировать от начала до конца всех бюджетных денег будет датировать то что у нас экономики практически нету и все мы на дотациях будем жить то есть приходит какая-то Молдова и говорит нет я не буду голосовать и это кто такая а ну давай сначала критерии выполни все критерии не просто карт-бланш и которые мы даем и то что ты красиво и говоришь я опять я хочу вот здесь вернуться я не представляю наших функционеров тем более президента страны когда она выходит за пределы республики а где наш румынский язык или она забыла его давайте вспомним у нас гимн про румынский язык у нас есть день который мы чествуем румынского языка лимбонастра выходим за пределы территории республики Молдова и говорим на английском вы знаете во франции поднялся скандал в парламенте франции из-за того что участник евровидения поехал на евровидение с английской песней они столько денег тратит на на их не язык в мире и стоит того чтобы их не конкурсант пел на другой и на другом языке вот тоже самое здесь мы чествуем и всех заставляем учить румынский язык учить румынский язык выходим за пределы и говорим на английском а где наш румынский язык здесь вот юрий прав мы должны все-таки иметь свой местный патриотизм потому что сейчас я буду еще в брюсселе я заметил французы действительно они очень дорожат своим языком конечно и у них там есть и всегда дорожили и если хочешь обоясь француза поговори с ним по-французски и мы должны французов принять эту положительную часть патриотизма то есть не прийти какие-то там красные линии а вот патриотами мы должны стать и быть и других но мы выходим за территории уже не патриота мы забываем свой родной язык позволь мне сказать так если часть текста на английском не проблема там например одна-три части но другая часть должна быть на государстве есть официальная часть которым ты ведешь доклад заявление в частной беседе ты можешь говорить на каком языке хочешь потому что все страны даже те имперские которые считают себя величественными да говорят официально на английском не обслуживание парламенте ничего проблем нету германия процветает то есть можно смотреть сразу но они хозяева евросоюза извините но тут в чем-то правда германия и франция тянут весь евросоюз там вот эти евроскептики учились пришли массового евросоюза они об этом и говорят почему мы должны кормить молдову и украину где наш резон и мы должны дать резон какой-то что мы правильное что мы тоже умеем работать что мы на что мы приемся в отношении россии и кричи в отношении в отношении россии вот смотрите недавно была принята декларация вмешательстве россии в выбор декларацию эту подписали три страны соединенные штаты америки канада и великобритания достаточно там такой приличный текст роман наверное вы читали во первых вот как вы оцениваете и видите ли вы те моменты как человек проживающий здесь о которых говорится в этой скажем так эта декларация имеет скажем так и несколько периметров которые надо комментировать во первых и у них есть информации по тем самым политическим каналам административно какие-то разведки это не первое между прочим индикается такого плана по молдове были раньше во вторых молдова должна посмотреть что там реально что там нереально потому что слушайте если там трампа обвиняли в том что он российские шпионы чуть не посадили между прочим посадили всех трамповских советников вокруг него всех посадили абсолютно к его честь никто его не сдал все взяли на себя да я работал на российскую разведку и людей посадили 8 лет дали 4 года все признали они все признали там сказали на русскую разведку так мы получали деньги от российских представителей они сказали мы получили деньги от российских представителей есть такие декларации они получили в америке очень принято чтобы вы знали института курс декада они все сделали эти сделки они все пошли на сделки иначе получили бы 150 по 200 лет то есть вы хотите сказать что не обязательно что этот момент был но если предлагается сделка я нигде не слышал о том что они все пошли на сделки все абсолютно вот адвокат трампа пошел на сделку потому что он договорился с этой звездой который написал о том что это скандально но мы говорим про выбор в сша если выборы в сша все окружение трампа признали что они получали деньги не от разведки давай скажем по-другому от российских представителей не получали в молдове я допускаю что могут быть такие от обраковича или кто там российский представитель там есть и фамилии если рано будет я тебе после придача на английском между прочим но они сделают все сделки а это публичные роман вы лично видите вмешательство россии на данный момент и я скажу так какие-то признаки вот например в москве проводят где-то съезды люди приходят с какими-то деньгами эти признаки косвенно и есть можно считать что москва имеет интерес она давайте задам вам по-другому а что в москвании кто запросил москве иметь интересы в молдове нет правильно в общем то он имеет интересы в молдове брюссель имеет бухарест имеет и москва имеет но каждая из этих столиц должна законным образом проводить свой интерес вот здесь я считал бы что вот корень вопрос а если бы был съезд я прошу прощения а если бы вот были бы другие политические партии не эти да которые мы знаем что они сформировали этот блок победа а были бы другие партии поехали бы они в брюссель и создали бы политический блок это не считалось бы вмешательством в дела предвыборные дела я об этом и хотел сказать прошу вас тогда простите здесь роман прав нужно учитывать всех вот а тем более маленькие страны должны предугадать интересы тех империй которые имеют интерес в нашей стране это россия это америка то румыния это даже если маленькая страна в любом случае имеет какой-то интерес у нас в республике даже турция имеет свой интерес в республике молдова если вы не знаете я знаю я даже знаю из этих побуждений из этих побуждений так чтобы вы не забывали вот недавно было выступление влада филата на одном канале телевизионном канале в республике молдова из тех единиц которые остались еще и работают на функционирует он сказал в открытую про горгана это кандидатура лица на роль генштаба главы генштаба главы генштаба координируется со всеми тем более с нашими партнерами а это значит американцы и евросоюз ихний партнер это американцы евросоюз то есть кандидатура наших функционеров на каких-то высших уровнях координируется через посольство разве мы об этом не знали да знали он уже об этом сказал публично давайте теперь второй момент возьмем а вы вспоминаете когда плохотнюка снялись с власти кто помог не эти страны не россия америка евросоюз то есть это нам всем об этом известно давайте не дурить народ все об этом все общество уже об этом знает каждая страна имеет свои интересы и мы должны варьировать между их ними интересами и учитывать их если мы хотим выжить как нация а если эта страна признана страной агрессор а вы знаете я вам хочу напомнить вы не помните по моему какая-то страна рядом с нами попыталась внести в конституцию вхождение в евросоюз и в блок нато вы не помните что с ней случилось а мы хотим осенью включить в конституцию изменения а я не знаю что еще мы хотели не оступление в евросоюз а вы уверены что там будет именно такая формулировка никто не знает ту формулировку которая нет вы знаете вы знаете статья такая-то конституции будет поправка ведь никто не видел эту поправку мы видели как не из проект закона нет ну что секундочку есть проект что они предлагают но я хочу видеть как это будет записано в конституции как они предложили проект что авизировал то что они там запятые изменять не будут они могут промодифицировать вопрос в бюллетене они у то что сделали но то что этот проект закона который был авизирован конституционным судом будет принят это не сам я хочу здесь одно замечание важно сделать между прочим россия и путин лично имеет одну политику к россии другую к молдове я понимать логично я сто раз пересмотрел декларации путин про молдову развернутую недавно до 3 месяца назад сделан делом четко говорит про молдову пускай идут в россии если хотят мы не против это его прямая фраза это прямая фраза путина потому что молдова мая против путина и россии интересует права русскоязычных и приднестровья все больше они понимают что молдова зажата между я говорил с российскими спятами у них четкое понятие молдову они не смогут никогда потому что у них нет прямой границы с молдовой есть украина есть румыния все здесь точка если прорбутся российские баскадеса это уже теоретический вопрос это тогда и будем говорить на данный момент мы имеем так молдова между украиной прозападной пронатовской антироссийской и у румынии все здесь для россии нейтральный в военном плане молдова и члены союза это неплохая история да они просто про нато всегда говорят и уничтожать одессу и входить как вы думаете в одессу они не будут это их не город это будет путем переговоров не не говори все что они не возьмут одессу но одессу уничтожать одна здесь кто не возьмет на себя сказать что они будут делать потому что я хочу вас еще вернуть к нашим что называется бараном и я ведь неспроста задала вопрос по поводу того если страна агрессор потому что то что происходит сегодня в отношении граждан которые имеют другое мнение к россии что-то мне подсказывает что вне зависимости от того как каковы будут результаты референдума количество все равно это этих людей она вряд ли будет меняться потому что люди как-то для себя многие да какие-то моменты все объясняют по-своему так человек создан что у нас разные мнения и вот здесь смотрите что делается у нас появилось два таких прецедента на которые мне кажется что я бы обратила даже еще больше внимания это первое высказывание после господина нантоя в отношении молдавских женщин некрасивые высказывания тоже возьму на себя смелость скажу что не должен так говорить ни политик не мужчина не тем более депутат и в отношении спортсменов сейчас ведь понимаете хотят наказать спортсменов которые участвовали в играх брикс на секундочку то есть это не прямо россия брикс это не только россия как мы знаем с вами да то есть эти спортсмены участвовали в этих играх и сейчас у нас идет расследование чтобы посмотреть какова роль федерации какова роль самих спортсменов но уже большое есть недовольство министерства образования вот давайте мы об этом поговорим как здесь по закону нужно поступать господин маршинян вы знаете я не хочу говорить даже о законе потому что они перешли все красные линии я хочу вам сказать одно и я повторюсь наверное это компрадорская власть она не представляет народ она уже заходит то есть не то что заходит она давно уже находится в зоне нелегитимности незаконности а нелегитим это разные вещи я знаю то есть в данном случае они не представляют народ это их не мнение это партия больше похоже знаете на кого не надо резких да подумайте об опыте депутата нантоя и да по-другому формулируем как я сейчас вспомню и скажу хорошо роман тогда слушайте надо понимать одно исполника молдова повторяюсь еще раз находится между двумя большими странами румынии и украины на данный момент идет война в украине которая определена европейским союзом и младовским парламентом как агрессия против украины против ее независимости модуль не может по-другому поставить ну мы знаем что определила как россия страна агрессора украина обороняется парламента мы поддерживаем украину то что участвует спортсмена спорный вопрос с одной стороны спортсмен может выступать где он хочет с другой стороны есть государство которое все-таки он представляет здесь надо посмотреть вот эту ситуацию и что федерации и понимаете федерации говорят что типа они ни при чем уехал спортсмены или пришел и туда но я не верю что федерация не узнал что кто-то спортсмен куда-то уехал что-то мне в это не верится чтобы у вас так любой спортсмен может куда он захочет поехать хотя с моей точки зрения я ничего не вижу предосудительно что спортсмена участвует в этой бэкси бэкси по-моему еще не объявлен преступной организации еще сейчас организация которые вы знаем что есть много стран которые если китая есть бразилия конечно возьмите на есть право индивидуально выступать есть есть федерации последняя кстати которая изъявила желанием все говорят турция евросоюз турция евросоюз а турция говорит а мы хотим в брикс это за турция страна нато да это очень интересная ситуация но я сейчас не обректе говорю понимаете в чем дело дело в том что почему-то все уверены что здесь политическая подоплека с этими спортсменами если бы это просто был дисциплинарный конфликт какой-то да что вы спортсмены ослушались тренеров федерации министерства наверное все сказали ну да надо как-то посмотреть как у них но ведь вы понимаете для меня там еще вот какой есть момент когда это все вскрылось что спортсмены там были я поняла какова у нас ужасная ситуация вот вертикали этой нашей спортивной ведь вы понимаете тут же начали говорить про федерации федерации начали говорить что нет мы не знали одни говорят они вообще у нас не там про по поводу художественной гимнастики про эту девушку она вообще не член нашей федерации и тут я поняла что наши руководители спортивные не знают сколько у них кто где как кто куда входит кто кому подчиняется и какова это вертикаль они хотят чтобы против них были какие-то санкции чтобы их не уволили с работы и так далее сейчас они отмежевают этих спортсменов хотя я считаю что это неправильно я поняла господин мажорьян вы высказываете я я вспомнил ну давайте больше похоже на секту эта партия потому что в классическом смысле она не похожа на партию второй вопрос давайте мы вспомним про наших спортсменов мы должны их умолять чтобы они представляли и выходили на международную арену где-то представляли нашу республику и поднимался наш флаг и гордо звучал наш гим мы должны их умолять остаться представлять нашу молдову в противном случае будем покупать но тогда деньги очень большими будут для чужих студии спортсменов чтобы они выступали под флагом молдова те которые сейчас есть они хотят себя прокормить очень много наших спортсменов которые в евросоюзе выступают за евросоюз за разные клубы и зараженные страны потому что теми финансами которые способна содержать наша страна они здесь на допинг им не хватит не то что на еду или еще на что-то на допинг не должно хватать он самый дешевый поэтому я вот прям сейчас проситесь на вопрос а те витамины это питание которое они должны ежедневно питаться наша страна не может им обеспечить даже те же соревнования обычные о чем мы говорим тогда мы останемся без культуры без спорта то что спорт у нас уже на на краю осталась к еще культура тех ну давайте вспомним жог но с культурой формировался пару скандалов во времена советского союза в 45 году в августе месяце и создавал это не просто не гражданин да да это патримонио культурал а церей это символ я понимаю я понимаю что был еще скандал по поводу этого спектакля вы говорите про культуру вы же мы же помним да что румынский режиссер ну хочу получить действительно всю информацию чтобы потом не обвиняли меня что у меня фейк ньюс почему он не состоялся хочу услышать все стороны но пока ситуация конечно складывается очень такая серьезная и вот у нас мало времени остается вот мы говорим про спортсменов а что спортсменов депутаты у нас проблемы депутатам зайти теперь в зал заседания потому что есть санкции тоже это популярность специально для вашей передачи вот я хочу вас попросить изучил регламент молодежь по евросоюзу я прям вас не да а почему про его рост мы разве уже страна член все таки каждую неделю евросоюза гражданином евросоюза имеет гражданство румынии так что он у нас чужой а тому же мы не будем торопиться все таки да давайте с нашим законодательством я хочу сказать так что выбросоюзе регламент европарламента предусматривает что председатель парламента евросоюза имеет право если депутат нарушает регламент во-первых лишить его слова во вторых выгнать его из зала заседания на одно заседание на то заседание именно на то заседание вот вам и как осуществляется этот выгод есть там есть комиссия есть комиссия в каждом парламенте есть комиссия по политике депутатов депутат занял трибуну там не делают комиссии там председатель парламента нажимает на кнопку приходит служба я видел пару раз людей берут по другу информации жизни такой вот он явно мешает работе парламента если согласен если есть четко предусмотрено какие процедуры а так чтобы вот была группа депутатов которым вот перед которыми в зал заседания двери закрыли стоит охрана нет они говорят а я депутат на службе у народа они нет а что такое депутат вот я да кстати я вам скажу в румынии есть то есть в россии есть украине тоже есть прям стоят люди и не стоит человек и говорит ну и все и тут есть в украине в российском регламенте 100 процентов есть что депутатам могут лишить на одно заседание точно того чтобы участвовать только что выяснили что на то заседание какой конкретно только на то но и на еще одно если денежное обзыскание у нас по моему тоже если не ходишь у нас как и если не ходишь но как дисциплинарное обзыскание если некоторых парламентов у нас по моему нет по моему дисциплинарами по моему они принимали с моей точки зрения эти ас блокировка блокировка скажем так и трибуна парламента является нарушением но не таким жестким чтобы на пять заседаний это демократическая мера для того чтобы тебя услышали например на тоже заседание вспомнили как графин с водой господин гроссу не просто так он кинул кинул и вот получается за вот это но он получил тогда по моему уже будет обыскание получил что-то это не ответ надо четко сказать вот это вот это я им им это можно было все что положено юпитеру не положено вот так изменили регламент надо четко тогда этого не предусмотрено по регламенте сейчас они изменили регламент чуть ужесточили очень ужесточили ужесточили но я против я вам рассказываю если заблокирована работа парламента должны прийти молодые люди которые работают в службе это и как его листа до позиции если признать парламента и вызывает конечно и и и не надо это сказать и манипулировать депутатов что у него есть предложить войти ром фурмоз просвежьте сапог и у кто горжал вот что-то в этом роде должно быть депутат должен иметь все-таки какую-то ответственность иначе что быть может друг другу там и будет как вы правите украины и румыния когда делаются раз в два грузия грузия украина мы не дошли допустить до того чтобы парламенте были мордобои понимать все-таки должен быть какой-то регламент какой-то порядок должен быть или не знаю эти насчет порядка я согласна депутатская этика этики тоже согласна потому что мне кажется что такие вопросы нужно роман на мое мнение если вы спросили я могу ответить я не претендую на истину в последней инстанции но я считаю что что есть способ договариваться а если все-таки приходит туда из депутатов красный роман на говариваться надо пытаться как-то эти моменты объяснить а если уже не как говорится не получается надо тогда принимать какие-то такие но на основе консенсуса понимаете а когда за какие-то меры у нас всегда голосует только партия власти то возникает вопрос почему это никогда не поддерживает оппозицию что они они уверены что это против должно быть четкое определение что можно что нельзя депутаты должны знать об этом это правда и в случае нарушения за это может быть исключение из зала на одно заседание потому что они не мы впереди европы всей роман мы опять ну мы всегда демократичны чем чем демократия как оказалось и даже более католики чем папа святей папы римского говорят еще я благодарю вас за участие в этой передаче у нас были сегодня разные точки зрения меня это радует да вот все таки у нас не парламент у нас можно говорить все что вы думаете находить между собой общий язык и санкции за и слава богу что есть такая возможность благодарю вас спасибо вам большое спасибо вам вы смотрели программу де-факто я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера до свидания до свидания а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok